Тимбилдинг со спасательным уклоном. Сотрудники административных подразделений МЧС примерили на себя костюмы пожарных, прошли лабиринт в теплодымокамере и спасли условного пострадавшего. Обо всем подробно расскажет Дмитрий Петров. Боевое обмундирование пожарного гости надевают не на скорость. Важно, чтобы защитная одежда сидела удобно. От этого зависит качество выполнения задания. Также не спеша надевают и снаряжение, шлемы и кислородные маски с баллонами. Первый уровень. Вы с первого этажа начинаете. Проходите до проема. Дальше уже видите, где с какой стороны он открытый. И туда проходите. Максимально просто. Но просто только на инструктаже. Четверым сотрудникам МЧС, труд которых связан с составлением приказов, набором ведомостей и прочей бумажной работой, предстояло отыскать условного пострадавшего. Причем в полной темноте, в задымленном помещении с помощью нескольких фонарей. Условия максимально приближены к реальным. Первая сложность – это сама боевка, сколько она весит, как вообще ощущается на теле. Также аппаратура, которая баллон, дышать. Также при задымлении очень трудная видимость. Как нам проинструктировали, что это командная работа. Реально командная, потому что нельзя потерять из виду впереди тебя идущего, потому что ты можешь дыму не увидеть. Тем более, если у тебя нет фонарика с собой. Квест испытания стихии проводят на территории пожарной части села Троицкое. Он рассчитан на группы до 15 человек. Однако, как и в реальных условиях, задания испытуемые проходят с звеньями по 4-5 участников. Как отмечают организаторы мероприятия, самый легкий уровень выбрали для теплодымокамеры. Прохождение лабиринта эксперты оценили как очень хорошо. Потому что они зашли, они не допускали разрыва. То есть, не зная того, что нельзя разрывать звенья, с которыми ты выполняешь задачу, они шли до конца, не заблудились. Нашли пострадавшего условного нашего, который весит все-таки 80 килограмм, и вывели его на свежий воздух. Пока взрослые погружались в работу огнеборцев, знакомительную экскурсию сотрудники одной из пожарных частей Южно-Сахаринска провели и для подрастающего поколения. О безопасности в канун новогодних праздников простым языком спасатели рассказали ученикам 16-й школы, а для закрепления материала познакомили с боевой техникой. Из интересного, так как техника современная, здесь интересна камера заднего вида и сонар. Почему это именно интересно? Ну, потому что у машины большие габариты, и для такого автомобиля, в принципе, интересно установлена камера заднего вида. Такой открытый урок на тему безопасных каникул помогли провести сотрудники Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Специалисты уже запланировали провести несколько экскурсий в начале следующего года. Дмитрий Петров, Алексей Нестеров, Илья Назаров, Солнце ТВ.